Продолжение следует... 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 участвовать в репопуляции опухоли, способна ли она к формированию в дальнейшем опухолевой массы. Поэтому одноклеточное клонирование в данной ситуации способно ответить на такой вопрос. И именно этот метод мы избрали для оценки связи между клоногенными характеристиками опухоли. Мы оценили эту связь с показателями выживаемости пациентов. Кроме того, мы провели анализ связи иммунологических показателей периферической крови с клинической эффективностью лекарственного лечения у пациентов с этими клоногенными и неклоногенными опухолями. В исследование было включено 87 пациентов, у которых отбирались образцы опухоли на этапе хирургического лечения. Из них удалось перевести в культуру 54. Мы получили 54 клеточные линии сарком мягких тканей и остеогенных сарком. Части случаев культивирования было неуспешно. Ну и поскольку мы акцентировали свое внимание на метастатических саркомах, те пациенты, у которых метастазирование не подтвердилось во время периода наблюдения, они тоже были исключены из исследования. Все 54 клеточные культуры были клонированы. Как я уже сказала, методом предельных разведений мы получили 22 культуры, в которых клонирование было возможно, и 32 с неуспешным клонированием. В образцах среди пациентов, к которым они принадлежали, мы сравнили показатели выживаемости в зависимости от клоногенных характеристик опухоли. На втором этапе этого исследования было отобрано из той же самой группы 21 пациент с клоногенными и не клоногенными опухолями, которые получали лечение дендритно-клеточной вакциной КТВАК в нашем центре. И уже у них сравнили показатели иммунологического обследования по 9 параметрам и индекса нейтрофильно-лимфоцитарного. Характеристика пациентов представлена на слайде. Они были группы сопоставимы по возрасту, полу. В основном это была третья-четвертая стадия заболевания с легочной локализацией метастазов. Все они получали химиотерапию, практически большая часть из них больше двух линий химиотерапии получила. Среди опухолей, которые нам удалось успешно культивировать, большая часть это были синвяльные саркомы, среди мягкотканных сарком, среди сарком кости это были остеогенные саркомы. Опухоли, переведенные в культуру, демонстрировали очень высокой степени морфологическое разнообразие. Встречались практически все описываемые варианты. И очень удлиненно вытянутая фибробластическая и округлые мелкие клетки встречались. Все клетки, как я уже сказала, все опухолевые культуры были клонированы. На слайде представлено, как выглядели клетки через сутки, через пять, через две недели. То есть клетки формировали при одноклеточном посеве, они формировали популяции и в дальнейшем уже формировался морфор. Формировался монослой и мы получали клеточную линию. Когда мы сравнили выживаемость в зависимости от клоногенности опухоли, то получили следующую картину. Общая выживаемость у пациентов с неклоногенными опухолями была значимо выше, чем у пациентов с клоногенными опухолями. Если для пациентов с неклоногенными опухолями медиана выжимаемости мы не достигли за период наблюдения, то для пациентов с клоногенными опухолями он составил в среднем 4,8 месяца. При этом доля больных без прогрессирования не отличалась практически между двумя группами. На втором этапе клинической части нашего исследования 21 пациент получали додридно-клеточную вакцину КТВАК на фоне метрономного режима химиотерапии по схеме ЦМ или с введением циклофосфамидов за 3 дня до вакцинации. До начала лечения у всех пациентов проводилась оценка иммунологических показателей по следующим субпопуляциям. Мы оценивали Т и Б лимфоциты, основные группы Т лимфоцитов, включая регуляторные Т клетки, НКТ и НК клетки. А также оценивали показатели, такой показатель, как нитрофильно-лимфоцитарный индекс. Нитрофилы определяли с помощью гемоцитометра. Анализ субпопуляции иммунокомпетентных клеток в группах показал, что клоногенные и неклоногенные опухоли значимо отличались по количеству активированных цитотоксических Т лимфоцитов, клеток несущих маркер CD3+, CD8+, HLDR и по количеству естественных киллеров. Причем клоногенные опухоли отличались высоким числом естественных киллеров и низким содержанием активированных цитотоксических форм, что может быть объяснено скользанием данной категории пациентов опухоли от иммунного ответа с утратой экспрессии маркеров HLDR. Оценка эффективности иммунотерапии в этой группе показала, что полных частичных регрессов мы не достигли на фоне лечения, но стабилизации заболевания было гораздо больше в группе с неклоногенными опухолями. Ну и, соответственно, прогрессирование заболевания преобладало в группе клоногенных опухолей. Анализ содержания иммунокомпетентных клеток периферической крови до начала лечения показал, что у пациентов с клоногенными опухолями при прогрессировании заболевания было ниже число цитотоксических Т-лимфоцитов и вообще Т-лимфоцитов, Б-клеток, Т-лимфоцитов-хилперов. И очень таким важным, для нашего взгляда, показателем оказался нитрофильно-лимфоцитарный индекс, который у пациентов с прогрессированием был значительно выше до начала лечения, чем у пациентов, ответивших на лечение. Анализ выживаемости в зависимости от величины нитрофильно-лимфоцитарного индекса также показал, что пороговое значение нитрофильно-лимфоцитарного индекса устанавливали путем РОК-анализа, и значением оказался показатель 3,42. Пациенты с высоким нитрофильно-лимфоцитарным индексом отличались низкой оживаемостью, а пациенты с низким нитрофильно-лимфоцитарным индексом, соответственно, продемонстрировали лучшую и безрецидивную, и общую выживаемость в нашем исследовании. Таким образом, были выявлены группы пациентов с клоногенными и неклоногенными опухолями. Общая выживаемость в группе с клоногенными опухолями была выше, чем в группе с неклоногенными. Анализ супопуляции иммунокомпетентных клеток периферической крови у больных с клоногенными и неклоногенными саркомами продемонстрировал различия в содержании активированных цитотоксических Т-лимфоцитов и естественных киллерных клеток. У пациентов с клоногенными опухолями отмечен высокий уровень НК-клеток и сниженное количество активированных цитотоксических Т-лимфоцитов. Показатели Т- и Б-лимфоцитов, Т-лимфоцитов-хилперов и цитотоксических Т-лимфоцитов периферической крови, а также уровень нитрофейно-лимпоцитарного индекса могут рассматриваться как предикторы клинической эффективности для иммунотерапии, в том числе и вакцины КТВАК. В заключение хотел бы сказать большое спасибо всем сотрудникам нашего отдела, которые принимали активное участие в самом исследовании и в его подготовке к публикации в журнале Immunobiology и нашему руководителю Полдуеву Ренинсанне. Спасибо за внимание. Продолжение следует...